Россия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдовы. Об этом заявили в Кремле. Впрочем, именно Москву обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в Молдове и поддержке оппозиционного пророссийского кандидата Александра Стайногла. Детальнее о том, как же кремлевские прокси-силы восприняли поражение на выборах президента, расскажет наш коллега Никита Скобликов. Сотни тысяч купленных голосов, а также организованные перевозки молдавских избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы. Все это попытки Кремля повлиять на президентские выборы в Молдове. Впрочем, они не помешали нынешнему проевропейскому президенту страны Майю Санду победить на президентских выборах, опередив своего прямого конкурента Александра Стайногла, который представляет оппозиционную пророссийскую партию социалистов с отрывом в более чем 10% голосов. За Майю Санду проголосовали более 930 тысяч человек, что составляет 55 и 41%. Александр Стайногла набрал более 748 тысяч голосов, что составляет 44 и 59%. Немалую роль в победе на выборах президента Молдовы сыграли голоса молдавских диаспор в западных странах. Там большинство голосовало именно за проевропейский курс страны под руководством Майи Санду. Проиграв президентские выборы, пророссийские политики начали продвигать нарратив, что Санду на самом деле не победила. Так, экс-президент страны и лидер партии социалистов Игорь Дадон назвал Майю Санду, цитирую, президентом диаспоры. Российские и прокремлевские деятели начали информационную операцию 4 ноября, чтобы дискредитировать победу действующего президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах в Молдове из отчета Института изучения войны. Они попытаются спровоцировать протесты здесь, внутри Молдовы, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов. Мы видим, как они пытаются отделить избирателей из диаспоры от людей, которые все еще живут в Молдове, что является абсолютной фальшивой повесткой дня. Пророссийская партия социалистов заявила, что не признает результаты голосования за рубежом на президентских выборах и якобы настоящим победителем считает именно своего кандидата Александра Стояногла. Более того, социалисты обратятся в Центральную избирательную комиссию и Конституционный суд для обжалования результатов президентских выборов. Аналитики убеждены, пророссийские силы уже начинают готовиться к парламентским выборам Молдовы, которые пройдут в 2025-м. Они просчитывают все варианты, изучают, может быть, будут какие-то социологические замеры для того, чтобы им нужно выработать стратегию на следующий год, на наши парламентские выборы. И поэтому сейчас, что он говорит, вообще не имеет никакого значения, будет иметь значение, что решат в Москве. И уже отталкиваясь от этого, мы поймем тогда, что будет говорить Стояногла и что они вообще будут делать дальше в следующем году. Я имею в виду, они пророссийские силы. Напрямую поддержать свои прокси-силы в Молдове решилась Россия. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Майя Санду не может считаться президентом Молдовы, поскольку выборы якобы были нечестными и несправедливыми. Вместе с тем, именно российское вмешательство в молдавские выборы уже осудили США и Германия. Никита Скобликов для телеканала «Фридом». И более подробно эту тему обсудим с Игорем Мунтиану. Это доктор политических наук, доцент, президент партии «Коалиция за единство и благополучие» экспосол Республики Молдова в США, Мексике, Бразилии и Канаде, член парламента Молдовы с 2019 по 2021 год, также преподаватель в Академии экономических исследований. Очень рады вам в эфире «Фридом». Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Спасибо, что находите время подключаться к нашему эфиру. Смотрите, вот тут очень интересный момент. Честно говоря, прогнозируемый. Как бы ни пыталась Российская Федерация, я отталкиваюсь от тех расследований и от слов самого президента Молдовы госпожи Санду касательно огромных финансовых вложений Российской Федерации через некоторых людей и на распространение пророссийской агитации, пророссийских митингов и так далее. И это было очень ожидаемо, что Россия будет там что-либо не принимать. А какое дело в целом сейчас, если посмотреть, России до Молдовы? Ну, конечно, у России нет никаких дел до Молдова, но существуют же имперские замашки и имперские интересы. И только поэтому Россия еще сохраняет плацдарм для своего влияния в Приднестровье, а также финансирует куча своих прокси-групп, как бы их хорошо назвали, которые ждут и надеются на то, что Москва все-таки не только будет, скажем, наблюдать за процессом, но будет активно продвигать какой-то новый Советский Союз. Еще существуют ностальгирующие элементы, которые ненавидят Запад, ненавидят элиты политического класса Молдовы, которые хотят трансформировать страну в процессе продвижения к Европейскому Союзу. И, конечно же, еще имеет большое влияние в некоторых регионах. Если посмотреть по карте голосующих, то можно разглядеть интересную картину, что, например, партия власти и кандидат Майя Сандо, оно получило наибольшее количество голосов вокруг Кишинева, скажем, 70-80-100 километров в радиусе от Кишинева, а западная часть и северная часть, они остались красными. Победа была сложная для Майя Сандо, и я думаю, что сложности были не только из-за того, что люди отталкивали европейского лидера, но из-за того, что Майя Сандо должна была заплатить цену за большие ошибки, которые совершила партия власти, ПАС. Вот это и объясняет, почему в первом туре был такой отрыв от опросов, потому что опрос рисовали где-то 60-70 процентов победу для Майи. А получилось, что в республике Молдова первый кандидат в первом туре победил Стоя Ногло. И только во втором туре произошла большая мобилизация голосов в диаспоре. Это невообразимо было собрать 330 тысяч. Это много для Молдовы, которые голосовали. И в то же время Майя Сандо получила голосов в Кишневе, в самом Кишневе. Я должен напомнить аудиторию то, что в Кишневе победил на последнем месте выбора господин Иван Чабан, который вообще-то имеет большие связи исторические с социалистической партией. А также голоса господина Рината Усатова раскололись. И большая часть этих голосов пошла в сторону Майи Сандо. Вот это и объясняет, почему во втором туре произошла эта победа Майи Сандо. Также важно отметить, что вообще-то люди и граждане Республики Молдова, конечно, они голосуют за Европу. Но за Европу, в котором нет доминирующей политической партии. Вот в этом суть, скажем, конкуренции сейчас в Республике Молдова. Потому что не все проевропейцы голосовали за Пас и за Майи Сандо. Но все те, которые голосовали за Майи Сандо, конечно, 100% они ратуют за Европейскую Молдову. Также известно, что Кремль запустил информационную кампанию по дискредитации победы Майи Сандо. Но они прямо заявили, что они не признают. Насколько влияние Кремля сейчас оценивается таким, которое может оказать какие-то действия и последствия, ощутимые для Молдовы? Насколько Молдова, скажем, стойко готова сейчас сопротивляться вот таким выпадам? Ну, смотрите, Россия теряет свою территорию власти и в Молдове. Оно уже энергетически, Молдова становится менее зависимым от России, хотя еще закупает электричество в Приднестровье от РАОЕС, вообще-то, от Кучургана, из Кучургана. Россия не является торговым партнером сейчас для Республики Молдова, потому что около 70% всего экспорта идет в Европейском Союзе. Но существуют группы, ностальгирующие, и которые каким-то образом привязаны своей идентичностью к тому, что мы называем русский мир. Это люди проживают и в Приднестровье, но также в некоторых регионах Молдова. Я думаю, что самая большая проблема у российского фактора была то, что у них не было харизматического лидера, единого лидера. И поэтому они спонсоризовали, поддерживали Шора, а Шор направил свои финансовые средства для поддержки где-то пяти или шести кандидатов. И поэтому все сплотились только во втором туре для того, чтобы поддерживать Стоиногло. А сам Стоиногло не стопроцентный кандидат, скажем, который поддерживает российские интересы. Вот в этом привязка к тому, что некоторая часть русскоговорящего электората вообще-то ждет и ищет других нарративов и другого политического представления в будущем парламенте. Но вы, конечно, правы в том, что все партии сейчас строят свои политические планы для того, чтобы получить места в будущем парламенте. Молдова является парламентской республикой, президент имеет, конечно, символическую и, скажем, некоторые компетенции, которые позволяют ему влиять на некоторые политики, но не на все. Самая важная фигура – это премьер-министр, который должен рапортировать, отчитываться перед парламентом. И так должна функционировать, согласно конституции, система власти. Когда у тебя большая партия, как ПАС, например, партия действия и солидарности, конечно, ты имеешь постоянно temptation. То есть ты хочешь повлиять, если ты президент, на все процессы. И люди также ждут от президента большей власти и большего вовлечения. Но вообще-то премьер-министр – самая важная фигура. И я думаю, что первые приоритеты или первые шаги, которые будет делать Майя Санду после официальной реинагурации – это смена правительства. И я думаю, что второй шаг – это политика инклюзивности. То есть стратегия, которая вывела Майя Санду на победу в 2020 году – это была поляризация. А сейчас в Молдове нужна деполяризация. Больше политических сил и проевропейских групп, которые должны создать проевропейскую Молдову. Какой сейчас может быть действенный рецепт стойкости для Молдовы? Интересная ситуация получается. В Грузии, наоборот, пытаются отстоять, что выборы были сфальсифицированы. И пытается это отстоять сторона, скажем так, обобщенная, которая больше привержена к Европейскому Союзу. Проевропейская сторона. В Молдове же ситуация просто зеркальная. Та самая проевропейская сторона, опять же, очень грубо обобщаю, отстаивает то, что выборы были честными. И что все-таки жители Молдовы выбрали демократию и проевропейский курс. Мы сегодня обсуждали тему в Грузии. И наш гость сказал, что в принципе он считает, что дело Грузии – это не только дело Грузии. Потому что если Россия усилит свое влияние на Грузию, это почувствуют еще многие страны. Что касается Молдовы, считаете ли вы, что необходима сейчас поддержка, скажем так, партнеров зарубежных, для того, чтобы все-таки быть более стойкими по отношению к вот этих вот нападок со стороны Кремля и попыток доказать, что якобы Майя Санду нечестно победила на выборах? Ну, смотрите, мы не можем 100% гарантировать то, что выборы прошли без запиночки. Потому что были совершены многие эксцессы со стороны власти. Об этом говорит и интерим-репорт, то есть доклад, дотчет, который был представлен в ОССР и ОДИР, и в котором назывались причины для такого перенебрежения к европейским стандартам или международным стандартам по свободным выборам. Это и административный ресурс, это и включение полиции во время процесса и так далее. То есть я не могу сказать, что все, которые критиковали избирательную кампанию или организацию выборов, они пророссийские. Но, конечно, существует нарратив со стороны Кремля для того, чтобы делегитимизировать новую власть. Это ясно. Европейские партии, в том числе наша партия, коалиция по размеру Куб, говорит о том, что нам многое нужно еще совершенствовать в законодательстве и в практиках, которые, скажем, регулируются ЦИДом, ЦИДом и Сберком. Но мы не можем добиваться, скажем, делегитимизации этих результатов. Результаты наяву. То, что социалисты говорят, что Молдова выбрала Стоиноглу, а Диаспора выбрала президента Майя Сандо, это неправда. Все граждане Республики Молдова имеют право на выбор и имеют право участвовать в избирательном процессе. То, что важно и стратегически важно, это понимать урок этих выборов, понимать, что одна партия не может, скажем, контролировать все в маленькой стране, как Молдова, и не может состояться, скажем, вертикаль власти в пользу и под контролем одной политической силы. Второе, это что европейский выбор, это выбор всех граждан Республики Молдова. Говорят англичане, no one left behind. То есть даже те, которые имеют какие-то объективные критики по отношению к процессам, скажем, трансформации и реформ в Республике Молдова, должны быть услышаны и должны быть включены в процессы консультации по приоритетам, скажем, администрирования и по реформам, которые должны проводиться в Молдове. Многие стратегические реформы в Молдове за протяжении последних четырех лет, они, скажем, стагнировали. То есть произошла стагнация. И реформа юстиции, и реформа образования. И самое важное, что экономические реформы, они застопорились. Вот для этого нужны новые силы, новые, скажем, головы, умы и новые идеи. И только после этого и на протяжении следующих лет мы должны увидеть правительство Республики Молдова, которое заботится о людях и делает реформы, которая должна сыграть стратегическую роль в консолидации общества. И вразилье, как говорят англичане. То есть способность защитить себя и от внешних интервенций, и от всего советского прошлого, которое еще бытует в некоторых умах. В свою очередь, накануне Центр-Избирком Молдова официально завершил подсчет голосов во втором туре президентских выборов. Победила действующая глава государства Майя Санду. Ее поддержали почти 930 тысяч избирателей. Это более 55% голосов. За ее оппонента, представителя партии социалистов Александра Стаяноглова, проголосовали 750 тысяч человек. Это более 44,5% избирателей. Майя Санду поблагодарила жителей Молдовы за поддержку и пообещала быть достойным президентом абсолютно для всех. Услышим прямую речь и обсудим. Молдова, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы дали урок демократии, достойны того, чтобы остаться в учебниках истории. Сегодня вы спасли Молдову. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграл. Дорогие молдаване, вы шагнули в будущее. Я благодарна каждому из вас, кто пришел проголосовать. Я услышала ваш голос и тех, кто поддерживал меня, и тех, кто голосовал за Александра Стаяногла. Я обязуюсь быть президентом для всех вас. И тут интересный момент. Ведь счет проценты практически поровну шли. 44% у Стаяноглу и более 50% у госпожи Санду. Какой запрос сейчас есть у тех, кто проголосовал за Стаяногла? И сможет ли его удовлетворить Майя Санду, учитывая то, что она сказала, что будет президентом абсолютно для всех? Ну, президент Майя Санду говорил о том, что приоритет является единство. И то, что я говорил, инклюзивность. То есть консультации наверняка с многими партиями, я думаю, я надеюсь. Потому что если она говорила, я услышал вас, но никаких приоритетов не последует, значит, это будет большой ошибкой. И, конечно же, партия власти и Майя Санду расплатятся на следующие политические и парламентские выборы. Это где-то в июле месяце следующего года. Я думаю, что партнеры по развитию, они тоже должны уроки вывести из этой ситуации. Потому что, когда мы говорим о административных ресурсах, это не только, скажем, использование инструментов власти, власти в Молдове, но также официальные визиты со стороны Урсула Ван дер Лайн, каких-то политических фигур и президентов, а также и, скажем, нарратив соседствующих государств, что кроме Майя нет никаких других альтернативных кандидатур. Это тоже повлияло на избирательную кампанию и на результаты выборов. Я думаю, что это было бы вразрез с избирательным кодексом. Но и Центризбирком никаким образом не среагировал на это. Я думаю, что в Молдове нужна власть, которая соблюдает закон и Конституцию. И я думаю, что мы должны также усмотреть и деполитизацию некоторых служб. Это Центризбирком должен быть деполитизирован. Это и счетная палата должна быть деполитизирована. Это и, скажем, некоторые важные ресурсы, как правительство должно включить больше министров, которые не представляют только партию власти. Таким образом, я думаю, что граждане, которые голосовали за другого кандидата, за Стоянобу во втором туре, а в первом туре голосовали за другие кандидаты, они получат возможность получить свой, скажем, свой бенефит, свою пользу из демократического процесса, который мы не только наблюдаем, но мы участвуем в этом. Европа должна быть более притягательной для тех людей, которые еще не настроили себя на европейскую волну. Но это процесс, и я думаю, что за ночь мы не усвоим эти уроки. Это процесс, это школа жизни, можно сказать, потому что через этот процесс прошли все центральные и восточные страны, которые стали более резидентными, то есть более взвешенными и нацеленными на благосостояние людей. Игорь, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Напомню, зрителям, что с нами на связи был Игорь Мунтиано, доктор политических наук, доцент, президент партии «Коалиция за единство и благополучие», экс-посол Республики Молдова в США, Мексике, Бразилии, Канаде, член парламента Молдовы в 2019-2021 годах, преподаватель в Академии экономических исследований. В телеграм-канале «Фридом» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь!